Всем привет! Я как обычно приехала в Ургут. Погода теплая, солнечная. В саду и огороде все цветет, спеет, зреет. Сейчас пройду на кухню. Буду что-нибудь готовить на обед. Сегодня мы решили жарить шашлыки. Буду мариновать курицу. У нас сегодня голень и крылышки. Я всё тщательно промыла, почистила. Теперь сделаем надрезы небольшие. И всё замаринуем. Мариновать мы будем. Так, у нас, значит, для маринада зира, соль, букет приправ. Здесь у нас кинза измельчённая, паприка, китайская соль. Разные виды трав, в общем, я не знаю. Приправа для шашлыка называется. Пару ложек приправы. И добавим чаку. Вот такая у нас густая, каймачная чаку. Всё, хорошенько перемешаем. Курицу мы замариновали и оставим где-то на час. Настоится, пропитается всеми вкусами, приправами. Позже будем жарить. Нарезаем картошку на гарнир. Сейчас будем жарить. Вот такая картошка у нас. Поджаристая, с корочкой, как чипсики. Но внутри очень мягкая пюрешка внутри. А сейчас соберём огурцы для чалопа. Ещё нам нужно будет пару веточек райхона для чалопа. Такой приятный аромат исходит от райхона. Говорят же, райхон – это запах рая. По-настоящему запах рая. Чалоп мы будем готовить на чаке с минеральной водой. Это наша каймачная чакка. Вода у нас минеральная, газированная. Ленчиком сейчас всё запьём до однородной массы. Выливаем оставшуюся минеральную воду. И нарежем сюда райхон, укроп и огурчики. Огурцы можно порезать произвольной формы. Можно кубиком, можно соломкой. Так вот. Вот так мелко. А теперь очень мелко порежем нашу зелень. Укроп и райхон. Райхон и укроп тоже добавим в чашку, где развели чаку. Осталось нам только посолить. И чалоп готов. Теперь добавим немного соли. По желанию вы можете добавить и перец. Кто как хочет. Перемешиваем всё. Вот наш чалоп готов. Можно подавать к столу. Ароматный, душистый запах райхона. Это вообще прелесть в сочетании с укропом. Букет, взрыв ароматов. Зальём пока сушку. Теперь соберём помидоры для салата. А теперь приготовим салат из свежих помидор и огурцов. И у нас ещё будет репчатый лук. Добавим помидоры. Добавим соль в наш салат. Перемешаем всё и разложим по салатникам. Помидоры выделили очень много сока. Помидоры наши со своей грядки. Без удобрений. Очень сочные. А здесь наши мужчины разжигают костёр. Будем жарить шашлык. Шашлык будем жарить на учаге, да? Мангал у нас узкий. Поэтому решили так жарить. Вкладываем наши бёдрышки на решётку. Сейчас начнём жарить. Крылышки отдельно будем? Или всё вместе, да, будем жарить? И крылья, и ножки. И крылья, и ножки. Наш шашлычок готов. Наш шашлык готов. Вот так выглядит. Салат тоже готов. Картошка. Всем, кто ест, приятного аппетита! А это наша клубничка. Мои постоянные зрители помнят, что моя клубничка цветёт и плодоносит круглый год. Вот здесь вот цветочки, а вот плоды. здесь вот цветёт. И вот здесь вот клубники много. здесь тоже ягода. А это наш инжир. Кто смотрел мои прошлые видео, я снимала в прошлых видео, он у нас ещё пока не поспел, пока ещё зеленоватый. думаю, к следующему моему приезду приеду, он уже пожелтеет, соберу и покажу вам, как я варю варенье. Вот. Вот здесь у нас очень много плодов. На каждой ветке по три-четыре инжиринки, ягода или фрукт, как это правильно. Фрукт, наверное. Напишите в комментарии, как точнее. Вот сколько. Дерево огромное, инжира много. А я пойду снова в огород и соберу болгарский перец, начну готовить ужин. Я начинаю готовить ужин. Сегодня у нас куриный день и на ужин у нас мясо курицы. Здесь у меня бёдра куриные. Здесь у меня лук, помидор, болгарский перец и картофель. Начнём с того, что поделим бёдра мяса на небольшие кусочки. мясо поделим вот на такие куски. В казан вливаю подсолнечное масло и оставляю до разогревания. Готовить мы будем в гранитном казане от кукмары. Масло наше разогрелось, добавляем мясо. кукмар. Почти. Добавляем. Масло. Вообще. Кукмар. Пока наше мясо жарится, порежем наш репчатый лук полукольцами. Добавляем лук и продолжаем обжаривать вместе с луком. Пока обжаривается наше мясо и лук, порежем картошку на небольшие кусочки. Можно в произвольной форме, по желанию, кто как хочет. Я для красоты использую ребристый нож, волнистый нож. Пока обжаривается наше мясо с луком, добавим немного соли. У меня букет приправ, специй и немного зиры. Добавим наш картофель. Распределим его равномерно. Добавим болгарский перец. Он у меня мелкий, я его не буду делить на части целиком, чтобы он не развалился. И выложим наши помидорки. Помидорки я тоже выбрала самые мелкие. Еще добавим немного соли. Убавим газ на минимальный. И накроем крышку. И оставим томиться в течение получаса. Наше блюдо уже готово. Будем набирать в тарелку и украшать зеленью. Сейчас украсим зеленью. У меня кинза. И подадим на стол. Все цвета радуги. Помидорки остались целенькими. Воды я абсолютно не добавляла ни капли. Образовался свой бульон. Наше блюдо готово. Вот так оно выглядит в готовом виде. Все овощи у нас остались целыми. Всем, кто есть, приятного аппетита. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Продолжение следует...